Докладываются материалы дела и долгодекассационные жалобы. 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 Докладываются материалы 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 дела и долгодекассационные жалобы. который бы расставил точки на «ты», установил бы истину, и очень сложно адвокатам было бы спорить с заключением лингвистической экспертизы. Мы наставили на проведение данной экспертизы в Московском лингвистическом университете или в Питерском лингвистическом институте. В материальном деле имеется справка из данных институтов, которые говорят о том, что экспертизу провести такую возможность. И соответствующие кафедры иностранных языков обладают специалистами, знающими языцкий язык. Однако следствие пошло по более простому пути. Они признали переводчиком 27-летнего хирурга наукбанской ЦРБ Шамилова. Как мы все знаем, переводчик нужен для помощи участникам процесса, которые не знают русский язык. Русский язык, естественно, адвокат, разрешлял, знает совершенно. Никто из участвующих, он, претерпевший на тот наш вариант, не нуждался в переводчике. Следствие назначило переводчика Шамилова и изобрело новую форму, планирующуюся от производства юнгистической экспертизы. В течение пяти дней с 2 февраля до 6 февраля 2021 года пятью осмотрами места происшествия осмотрели диски с записями, в ходе которых переводчик произвел подсрочный перевод. То есть исходя из текстов этих осмотров места происшествия. С 8 утра 2 февраля до 8 вечера и также потом третью, четвертую, пятую, что следователь садился, включал диск и переводчик, 27-летний хирург, слушал разговоры на языцком языке. При этом он диктовал следователю о том, что он услышал. И следователь сразу сочетал этот и создавал протокол осмотра места происшествия. Протокол осмотра предметов примерно от 14 до 22 листов. Мы с моим защитником в наши долгие поездки в Аркадский суд посчитали, что на каждое слово переводчик тратил примерно 10 секунд. И также мы говорили об этом в премии, что ни один синхронист, который на дипломатических встречах производит перевод, не обладает такой скоростью. Можно переводить только разговорный язык очень быстро, но нельзя быстро услышать на слух, продиктовать и как-то еще проверить потом правильность этого. 27-летний хирург, отрываясь от своей основной работы, это в осуществии вместе со следом. Кроме того, в материалы дела в суде и первой инстанции мы приобщили справку. Мы запросили главного врача Новокубанской ЦРБ, как же так, как хирург мог совмещать работу переводчика и работу хирурга. Соответственно, нами получено сведения, что со 2 по 6 февраля в течение 5 дней хирург работал хирургом в своем Новокубанском ЦРБ. А следственный отдел, Ромавирский, где все это происходило, находится примерно в 40 километрах от Новокубанской ЦРБ. Кроме того, огромный еще пласт, который дал допрос Шивояна, это о допросе и наше ходатайство, которое мы заявляли многократно. Это о допросе судей, артического судья Кулагина. Своих показаниях, которые мы первый раз услышали, научные ставки, которые Шивоян потом транслировал так же многократно в ходе следствия, в ходе судебных заседаний. И это единственное доказательство по эпизоду 2018 года. Шивоян прямо сообщил о том, что во время придачи взятки в размере 500 тысяч рублей, первой части взятки, в кабинете у адвоката находился судья, артического суда, который рассматривал его гражданское дело. Он об этом впервые, мы услышали, научный старт. Он сказал, я зашел к Гаврюшьяну, в его кабинете сидит судья, который рассматривает мое дело. Я принес 500 тысяч, судья Кулагин сказал, почему так мало Тимур, ты уже встречался за этого человека. Почему 500 тысяч Тимур? По-моему, чисто слов Шивоян сказал, что вторую часть он принесет позднее. Мы конкретизировали, не перепутал ли Шивоян, возможно, это был не судья. Нет, Шивоян сказал, это был судья, потому что на следующий день Гвиттел его в заседании по гражданскому делу, он был в Манте, и он вынес решение против Шивоян. До последнего, до последнего данного показания, он на это наставил, Шивоян. Многократно мы понимали о том, что Шивоян мстит осужденному за события еще и тысячных годов, о которых мы говорили, и за то, что действительно Шивоян проиграл уголовное дело. Мы, позиции защиты, понимаем, что Шивоян дает неправдивые показания как в отношении судей Кулагина, так и в отношении Довришьяна. Он пытается оболгать двух людей, которые не помогли ему с вынесением решения в его пользу по гражданскому делу. Но возник парадокс. Почему-то адвокат осужден и отбывает наказание, и сейчас находится в местах лишения свободы. Но по суде, судья даже не допрошен в суде, не первой инстанции, он не допрошен ни на следствие, и от него даже нет убрана объяснения. Понятно, что судья не мог быть очевидцем передачи этих денежных средств. Шивоян искусственно его вовлекает в данное уголовное дело. Однако ни следствие, ни суд первой инстанции не дали защите возможность допросить судью Кулагина. Мы ходатайствовали об этом с первого дня. Судья Кулагин был прямым, и со слов Шивояна, он был прямым и единственным очевидцем передачи денег. Его позиция была крайне важна для следствия и для суда. В материалах уголовного дела есть письмо от имени исполняющего обязанности специально областного суда, где он не разрешает и не запрещает допрос Кулагина. Он говорит о том, что это не регламентируется, что он не может не запретить, не разрешить данный допрос. Естественно, что нельзя судью допрашивать лишь только обстоятельств, вставших ему известных, по делу, которое он рассматривает. Никто не собирался, мы это говорили, в ходатайствах допрашивать судью Кулагина, а он был вставить вставших известных ему уголовных дел. Вопрос был один, был ли он за день судебного седания в кабинете адвоката Довришьяна, и видел ли он факт передачи денег. Я лично убежден, что судья там не был, естественно, не видел никакой передачи. Шивояна лжет. И Кулагин мог бы пролить свет на личность Шивояна и на мотивы, почему он так дает такие показания отношений, как адвокат, так судить. Ваша честь, не буду повторять еще некоторые основания, их довольно много. Я думаю, мы, как я говорю, также свои дополнительные жалобы еще продолжим. Но хочется сказать, что за весь год следствия защита никогда не молчала и никогда не производила какие-то манипуляции за спиной следствия. Мы открыто писали ходатайство, мы открыто писали и просили провести необходимые следственные действия. Если бы они были проведены, я думаю, что и следствие сделало какие-то выводы. Но так обращаться с Уголовным Курсальным Кодексом, так обращаться с назначением переводчика, так же не рассматривать заходы переводчика, не проводить лингвистические экспертизы, это приводит все к многолетнему рассмотрению уголовного дела, как и в наследствии, так и в судах. И, по мнению защиты, приводит как раз к той ошибке, которая, что Тимур Мамович осужден к длительному сроку лишения свободы, находится сейчас в местах отбывания наказания. Поэтому прошу суд рассмотреть мою основную дополнительную жалобу, отменить приговор от Харского районного суда и оправдать Тимур Мамовича с признанием за ним права на ребятах. И, ваше здесь коротко остановлюсь на втором аспекте, именно на размере виде наказания, которое непосредственно связано с так называемой, ну, с так называемой вольной характеристикой, то есть это характеристики потерпевшего, на которых я не буду останавливаться негативно, на нем высказываться, считаю, что это несколько неправильно, остановиться лишь на характеристиках нашего подзащитного, что действительно это человек с безупречной репутацией, который на протяжении десятилетий осуществлял не только юридическую деятельность в роли адвоката, но также является меценатом и спонсором различных детских мероприятий, спонсором нуждающихся и так далее. И здесь возникает вопрос, почему при наличии положительных характеристик, наличии твердым образом устоявшихся социальных связей не только на уровне своего района, где он проживает, Атартищевский, но и на уровне области, даже на уровне, можно сказать, Российской Федерации, потому что помимо адвокатской деятельности Доврюша ввел общественную деятельность, почему при наличии такого ряда заболеваний, которые обострились, вернее, которые не указывали суду первой инстанции, что они есть, и которые, в принципе, подтвердили наши слова, которые более чем обострились уже после избрания меры пресечения и в виде заключения под стражу, почему судом было принято решение, даже пускай игнорируя все наши доводы о незаконности уголовного преследования Доврюша, было принято решение применить к нему самому суровому виду наказания, а не на реальное решение свободы. Вот этот момент, уважаемые коллеги и судей, ни судом, ни первой инстанции, ни апелляции абсолютно не мотивированы. У нас существует ряд других наказаний, которые с учетом возраста, заболеваний, социальных связей, характеристик позволяет назначить другой, более мягкий вид наказания, который также позволит исправиться. Здесь, в принципе, даже можно говорить о том, что сама ситуация, в которую попал Доврюша, она уже заставляет задуматься о многом и многом. Поэтому, уважаемый суд, не заостряя внимание на всех этих доводах, которые нами изложены в наших более чем подробных конституционных жалобах, прошу примять под нашим жалобам справедливое и законное решение, принять во внимание все те доводы, которые мы попытались донести до суда на данном судебном заседании, отменить незаконные приговоры и апелляционное определение Саратского областного суда и принять решение о прекращении уголовного преследования в отношении нашего подзащитного Доврюша. Спасибо за внимание. Добрюшен, вы доводы конституционных жалоб своих защитников поддерживаете? Поддерживаю вас сейчас. У вас какие-то дополнения имеются? Да, имеются, у вас сейчас. Я категорически не считаю себя виновным, так как убежден в своей невиновности, уважаемый суд. И считаю приговор отказку городского абсолютно незаконным, призвольным и пристрастием, так как предиктовано абсолютно с обвинительным углом. Уважаемый суд, полагаю, что доводы жалоб не обоснованы, вина Доврюша на совершении преступлений предусмотрена в статье части 30 и 159 и части 3, статьи 30 и части 30 и 159 УКРФ. Подтверждается совокупность собранных и исследований в судебном досаде доказательств, которые отвечают требованиям уголовного процесса и законов, в том числе показаниям потерпевшего Шаваяна, свидетеля обвинения письменным материальным делом. Им дана надеждающая оценка согласно статьям 87 и 88 УКРФ. Утверждения о фальсификации надуманы, основание для оговора осужденного не выявлено, а переоценка доказательств не является основанием для отмены приговора в касационном порядке. Оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований федерального закона об оперативно-розыскной деятельности. Доводы некомпетентности переводчика Шамилова проверялись и мотивированы, отвергнуты. Квалификация действия является верной, а использование муляжа денег не влияет на юридическую оценку садийного. Предусмотренных законам оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется. Заявленные в ходатайство сторон разрешены с учетом правил ст. 271 УКРФ, а протокол судебного заседания отвечает положением ст. 259 УКРФ. Из его содержания усматривается, что суд обеспечивал сторонам равные права в предоставлении исследований доказательств. Сам приговор соответствует ст. 297 УКРФ и нарушение закона при воплошении не допущено. Решение свободно назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений и данных о личности Доврещана, наличие смягчающих обстоятельств и отвечает требованиям ст. 6.43.60 УКРФ. Основания для исключения не имеются. Поэтому я прошу жалобу оставить в результате судебного решения без изменения. Все у меня. Прошу всех встать. Руководство ст. 401.14 УКРФ. Женебная коллегия определила приговор от консту городского суда Сараскова с 18 апреля 2022 года и апелляционно определится расход в основном суда детьмого июля 2022 года в отношении Доврещана и Диму Ивановича оставить без изменения к суду жалобу основную дополнительную защитников, подтвержденных и без ответственности. Мотивированные решения суда протокол судебного заседания будет сготовлен в течение трех суток со дня окончания разбирательства уголовного дела. Копимотивированные решения суда можно получить судьи первой инстанции об жалобе Верховной суды Российской Федерации. Участники вправе ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать на него замечание в установленный закон от срок. Доврещан, вам в решении суда разъяснения понятно? Ваши честь, я ничего не услышал. К сожалению, ничего не... Решения оставлены без изменения. Порядок обжалований вы тоже не слышали? Да. Слышали или не слышали? Спасибо. Спасибо огромное, Ваши честь. Спасибо.